здравствуйте друзья сегодня очередная ганза на канале помните у компании ганза были скажем так первые опыты выкидных ножей в частности нож g7212 вот такой вот мы в продолжении темы товарищи выпустили новую модель вот она такая ганза g7361 бики ну естественно цвета будут разные я выбрал себе черный давайте смотреть что за нож и что за автомат ну вот такая вот с виду несколько изогнутая рукоять массивный bolster вот такой вот стальной тоненькие плашки g10 кстати экстюрированные очень приятно на двух винтах они держатся плюс осевой винт такой достаточно массивный корца по весу нож отверстие под темляк присутствует и в разумном месте грани приятно обработаны здесь никаких острых фасок нет все достаточно мягенько нож автоматически вот кнопка и сделано очень тоже все аккуратно немаловажно лайнеры толстые стальные не облегчены хотя на мой взгляд можно было бы и облегчить другой вопрос может быть нарушился бы баланс но вот в этом месте сам толстом не совсем толстенные лайнера можно было бы придумать какие-то выборки дополнительные но пока нож кажется тяжеловатым две фигурные боночки здесь есть полированная клипса за клипсу отдельная пятерка потому что она для глубокой посадки посмотрите как будет сидеть нож то есть максимально заглубление в карман у нас есть податливость шикарная то есть клипса однозначно на 5 с плюсом в моем экземпляре центровка клинка оставляет желать лучшего другой вопрос что клин не трет а лайнеры и это уже хорошо потому что если бы он еще и терться тогда это бы никуда не годилась а так ножом можно пользоваться и кроме эстетики на рез и на состояние клинка данная штука вообще не влияет давайте будем открывать и вот так все это происходит очень мощно открывается мощность топориться никаких проблем приятное нажатие кнопки мне нравится она так утапливается это хорошо клин у нас слегка вздернутый практически бой получается есть фальш спуски идут но практически от одной четверти клином вниз а здесь даже от овуха получается по сведению хочу сказать намерил я такие цифры как от 0.66 до 0.75 ну к носику там еще все толще вот такие цифры в принципе для компании ганза они достаточно тривиальные часто бывает именно так на лицевой стороне мы видим логотипчик финиш клинка сатин да и поэтому все лапается вы видите все эти мои отпечатки клин придется вытирать если вы хотите чистый клиночек не залапанный но сатин сделано аккуратно надо сказать никаких проблем g736 здесь у нас указан артикул вот стак 440 си кстати забыл сказать что клипса вот на двух винтах и держится все достаточно грамотно клинок толстый у него идет больше трех миллиметров слегка где-то 3 1 на протяжении всей длины но вот к носику сужается уже люфтов самое приятное нет вообще никаких при том что это автомат мне дико нравится в прошлой модели 72 12 и в этой люфты отсутствуют как класс это вообще классно класс классно прошу прощения длина клинка примерно 8 и 3 ширина 20 миллиметров к заточке из коробки претензий нет давайте резать картон за счет такого сведения и спусков режет может быть не так круто как хотелось но режет мощненько так все в порядке мне нравится единственное что чувствую что мне уже не нравится видите этот след это нами на это вот частью острое достаточно вот этими двумя острыми гранями при сильном сжатии но у меня рука здесь может быть не очень худенькая назову это так поэтому при сжатии я чувствую вот эти моменты вот этот вот этот и вот этот друзья это как бы ощутимо под нами нает к резу претензий может и нету но к рукояти вот есть маленькая такая лично моя претензия потому что всех руки разные всех ладони по-разному устроены и я ощущаю даже это прям сейчас помучим немножко ремней без проблем все это происходит да это не чепрак конечно но тем не менее кожу режет он тоже неплохо давайте пробуем продавить ну как видите справляется это хорошо самом начале обзора я вам сказал что есть некоторая у меня претензия к массе ножа кажется он увесистый давайте посмотрим насколько обоснованные мои чувства скажем так ну вот 133 грамма при достаточно не очень-то и больших габаритах вот почему да я ощущаю что на единицу площади скажем так имеет достаточно неплохую массу ну на кармане особенно летом я бы не стал носить и тяжелый наверное это больше нелетний вариант ну давайте делать вердикты может компании ганза модель g736 или в моем случае это g700 7361 получился очень неплохим но со своими скажем так особенностями клин стал меньше но форма на мой взгляд стало поинтересней bolster все такой же мощный от этого нож все такой же тяжеленький система открывания механика мне очень понравилось все работает классно и надежно и кстати на протяжении длительного времени люди которые используют 7212 по их словам не жалуются что сломалась сломался замок сломалась пружина еще что-то все как бы работает все без проблем люфты особо не появляются если не убивает нож не крашить его совсем то все будет окей вот такой получился нож мне очень нравится особенно пятерка за клипсу другой вопрос то масса его в сто тридцать три грамма не позволяет вас возможно носить на каких-то легких брюках летом но лично мне кто-то носит за 200 грамм огромные всякие очень жалуются я высказываю лишь свое мнение друзья можете быть с ним в корне не согласны но с вами был михаил всем спасибо за просмотр надеюсь было интересно подписывайтесь на мой канал ставьте лайки и до новых встреч пока